всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут аня и в этом видео я хотела вам показать свою декоративную косметичку на осень чем я буду пользоваться и чем я пользуюсь в данный момент что я отобрала для себя на осеннее время давайте начнем с тона тон я использую от enough вот такой вот коллаген он мне безумно нравится я им использовалась и в летний период конец лета и сейчас тоже пользуюсь и буду продолжать пока пользоваться он немножечко поплотнее но я его наношу очень очень тонким слоем я его наношу вот таким вот спонжиком влажным спонжиком и если мне где-то нужно что-то перекрыть где-то воспаление где-то пинут пигментации у меня есть я могу там просто еще раз пройти и и в принципе он нормально перекрывает и можно очень плотно перекрыть самое главное это сделать не за один раз потому что если вы за один раз нанесете его большое количество то он будет смотреться как маска его просто будет видно это некрасиво поэтому я наношу его совсем маленькими маленькими такими кусочками капелюшечками которые наношу сначала на руку и с руки маленькими маленькими капелюшками я распределяю его на лицо его нужно совсем небольшое количество он очень хорошо и экономно расходуется и потом можно где-то уже добавлять либо можно пройтись консилером второй второй я буду использовать от фаберлик для сухой кожи здесь spf 15 рекомендуется для нормальной и сухой кожи он не несмотря на то что мне комбинированная кожа я пробовала зелененький от фаберлик мне он вообще не понравился этот для меня супер классный он не делает мою кожу блестящей долгое время часа три-четыре это точно даже может быть и пять а вот зелененький как раз таки через два часа я просто сидела как жирный блин здесь покрытие слабенькая совсем слабенько его наслоить тоже немножечко так проблематично нужно постараться наслоить но я сравниваю с и на в корейским его намного легче это все сделать и будет менее заметно здесь я просто когда у меня нет особо никаких проблем на лице его использую например каких-то воспалений сильных ярко выраженных просто нужно немножко выровнять тон кожи и все или бывает тоже использую просто консилер очень хорошо выравнивать тон кожи если у вас нет никаких проблем если вам не нужно очень ярко что-то точнее маскировать что-то на коже то я в принципе советую но для нормальной сухой кожи может быть даже немножко комбинированной мне по крайней мере он подошел и я им очень довольна единственное что очень сложно упадать с цветом но я как ни странно с первого раза попала в точку дальше консилеры я использую тоже от faberlic первый это first class он очень такой немножко желтит но на моей коже этого незаметно очень немножко он суховатый я бы его даже так сказала если вы его нанесли и пока на другие места где-то наносите и начинаете распределять то там уже все засохнет очень сложно его распределить его нужно очень быстро если вы его нанесли на прыщик сразу же распределили спонжиком потому что потом уже будет это сделать намного тяжелее сейчас открою покажу здесь очень большая кисточка прям очень большая и прилично выходит продукта его можно использовать ну вот можно вот так сравнить его можно использовать полностью на все лицо я знаю что девочки так делают используют но я берегу этот продукт принципе он не очень дешевый faberlic и мне он очень нравится я его использую только точечно когда нужно что-то перекрыть и вот такой вот от глэм тима под глаза он у меня в самом светлом оттенке супер экономная вещь я не знаю сколько я уже подходит дело в году как я им пользуюсь я его еще не меняла и он еще не думает даже и заканчиваться наношу его под глаза чтобы высветлить зону под глазами и наношу на него тоже тени использую как базу под макияж на моей коже под моими глазами он не не подчеркивает ни какие-то мне ни морщинки ни кожу не подчеркивает не высушивает в общем идеально ложится классно ложится у меня я не знаю но единственное что на воспалениях или что-то где-то что-то перекрыть нужно он слабоват лучше его конечно использовать на зону вокруг глаз следующие продукты которые я буду использовать это пудра самая моя любимая пудра это новая линейка которая вышла faberlic они заявляют себя натуральной это it's clear я уже несмотря на то что я купила эту пудру когда она только-только вышла я ее купила по-моему даже не по акции а так взяла и я очень-очень ей довольна вы видите я пользуюсь только ей мало того что или много здесь spf 50 это очень хорошо и редко когда встречается в пудрах и есть spf 50 можно обновить течение дня нужно нанести небольшое количество на лице на кисть я немножко стряхиваю даже не стряхиваю но не видно она не делает и пудру на лице потом не видно она очень хорошо мотирует при этом ее на лице не видно она такая меленькая меленькая мелкопористая ее наношу на лицо держится она тоже очень хорошо в зеркало просто смотришь как будто бы ты вообще не припудривался но при этом жирного блеска особо нету ну и вообще я ей очень довольна и по цвету она мне подошла и вообще подошла и у меня вообще редко такое бывает чтобы я пудру использовала вот такого состояния у меня единственная пудра была которую я использовала до конца это от эвелин рассыпчатая классическая по моему или с каким-то даже вкусом не помню и вот от faberlic вот это вот первая которую я просто затерла до дыр планирую дальше использовать и планирую заказывать дальше потому что она мне безумно понравилась понравился от нее тоже биби кремную от нее биби крем я буду использовать наверное ближе к зиме он такой тоже легкий но тоже очень классный мне понравился и кстати здесь артикул 6595 всем советую если вы не пробовали обязательно присмотритесь думаю вам тоже должна понравиться румяна буду использовать от вивен сабо вот так они выглядят они у меня тоже уже дошли до дырочки пользуюсь только ими иногда редко воспользуюсь какими-то другими понимаю что мне не нравится и возвращаюсь обратно к ним это такой прямо розовый он не сильно яркий на лице он не блестит каким-то одним куском да бывает очень хорошо тушуется небольшого немного наносится не делает щеки как у морфушечки душечки в общем все в меру слегка как будто бы даже это я бы даже так сказала у меня получается с ними такой эффект румяна без румяна но при этом я нанесла румяна кожа стала лицо становится более такое свежее не не уставшие да такое румянец присутствует но при этом самого румянца прям ну вот приглядываться его особо не видно но он есть и я очень обожаю такой эффект именно в румянах не люблю вот эти вот щеки огромное когда вот прям видно румяна и мне не нравится особенно бывает когда нужно слегка накраситься выровнять тон кожи приподриться и бывают глаза брови особо не крашу если например у меня выходной мне нужно только добежать до магазина я выра выравниваю тон лица могу немножко совсем слегка так подкрасить брови немножко румяна нанести и выхожу как будто бы ты не накрашенная но при этом выглядишь ты просто здорово вот это вот так вот я люблю так дальше перейдем мы наверное к бровям для бровей я буду использовать осенью новый карандаш это новинка у фаберлик я его заказывала я вам в распаковке его не показывала забыла потому что я уже им воспользовалась я его убрала мне кстати он больше понравился чем полосатые карандаши по цвету я заказывала холодно-коричневый по моему 502 10 и он мне очень подошел на загорелый на загорелое лицо и скорее всего буду перезаказывать и буду заказывать чуть-чуточку посветлее потому что мне кажется он для меня немножко темноват но я могу ошибаться я еще присмотрюсь подумаю может быть закажу посветлее посравню и посмотрю но пока оставляю его он супер классный мне он очень понравился он в меру мягкий в меру жесткий я бы не сказала что он сильно мягкий или сильно жесткий царапает нет но цвет мне понравился и буду использовать гель для бровей от фаберлик он меньше даже не то что средней фиксации они себя заявляют средней фиксации на самом деле они ниже среднего но у меня брови в принципе не проблемные мне этого геля вполне достаточно чтобы у меня брови стояли так как я их расчесала они у меня в принципе в том положении целый день и находятся мне не нужно их не подправлять ничего я этим гелем довольна я даже не ищу какие-то альтернативы ему как-то покупала в улыбке радуги я как бы разницу между ними не заметила использовал ее выкинула достала фаберлик и на этом все так как у меня глаза глубоко посажен я всегда подчеркиваю водную линию коричневым карандашом особенно вверх водной линии и немножко низ но потом бывает растушевываю тенями а использую карандаш от эйван это самый классный карандаш который я встречала именно в коричневом оттенке и именно для водной линии от фаберлик он очень быстро куда-то он у меня тоже есть но я им не пользую я им одно время пользовались пользовалась пока не нашла пока не купила карандаш от эйван он у меня уже стал совсем маленьким он мне уже подходит концу и потом буду скорее всего в поисках коричневого карандаша который держится хорошо примерно хотя бы часа три-четыре так как фаберлик держится от силы час-полтора и потом он куда-то просто пропадает этот карандаш держится очень хорошо вот у меня вот сейчас все равно немножко он есть особо не видно но он в принципе мне есть на водной линии так я им красилась утром и я макияж сегодня не подправляла даже пудры не подправляла поэтому немножко блещу сама сижу пудры нахваливаю в общем не обращайте внимание вот супер довольна этим карандашом я не знаю он есть еще в эйван или нет но там так взлетели цены что я заказывать не хочу буду смотреть искать альтернативу если вы пользуетесь тоже карандашами для водной линии именно коричневыми обязательно пишите какими пользуетесь вы какими какими какие нравятся вам я обязательно куплю и попробую так еще для глазок я буду использовать ли две палетки теней а сначала хотела выбрать одну палетку теней но потом все таки решила что буду использовать две первая палетка это от фаберлик она мне досталась в свое время в подарок а за регистрацию фаберлик чему я была очень рада я не знаю почему на нее столько было видите она просто супер красиво про супер классно на нее было одно время очень много и никак негативных отзывов так и положительных отзывов но я была очень довольна во первых я не люблю и яркие тени когда вот они супер пигментированы если там ярко фиолетовый то его с космоса видно мне такого не нужно здесь очень мне понравился белоснежный оттенок очень хорошо во внутренний уголочек он заходит он в меру сияющий такой там есть небольшие переливашки но они совсем-совсем маленькие они слегка прям вот просто подчеркивают уголок немножко выбеливают не то что вы идете и сверкаете ими нет здесь просто слегка красиво смотрится вот если я бывает не очень хочу краситься здесь кстати у меня тоже ямочки уже на тенях я использую вот светленький либо вот рядышком вот этот вот оттенок в складку века растушевываю и могу в принципе немножко его нанести так растушевать по всему глазику его вроде бы как не видно но при этом глазом красивая кожа на глазах именно немножечко отдает какой-то оттенок слегка и его все равно заметно вроде бы это и макияж с макияжем вроде и без макияжа мне очень нравится поэтому на нее я знаю что была классная акция я себе в запасы брать не стала так как у меня в принципе она практически целая но есть ямки но ямки еще не дошли до той точки когда до дна так скажем вот поэтому я думаю что мне их хватит надолго тем более я не ими одними пользуюсь я очень довольна что они мне есть всем советую у кого нет этих тенюшек это сейчас кстати очень модно нюдовые такие макияжи и оттенки в тенях даже люксовые бренды делают не сильно пигментированные цвета и вторая палетка это эвелин вот так вот она выглядит я ее уже показывала в распаковке я и тоже очень супер довольна ее давно хотела но как-то все передумала думаю наверное ерунда какая-то но осталась очень-очень довольна пробовала конечно я фиолетовые оттенки мне показалось что мне идут но муж не оценил сказал как-то ну не очень может я так накрасилась но мне здесь нравится тоже светлый оттенок это вот этот он немножко отдает какую-то зелень но смотря при каком освещении немножко отдает зелень эту палетку я оставила если фаберлик я оставила на дневной макияж чаще всего использую эту палетку я оставила если вдруг куда-то пойду вечером то нанесу сияшку себе на глазик и или просто сделаю фиолетовый красивый макияж еще не придумала но я ее оставила именно для этого иногда экспериментирую с макияжами я думаю многие девушки так делают и вечером если куда-то пойду хочется быть не не стюдовым макияжем и не без макияжа а именно с ярким красивым макияжем именно в вечернее время это очень красиво и для ресниц я использую вот такой вот праймер я его показывала не один раз его показывала просто наверное не знаю сколько раз он у меня уже не первый у меня первый закончился это уже второй у него очень классная кисточка я никак не могу дойти попробовать туши именно от эвелин вариты вместе вот с с праймером все как-то смотрю все почему-то я ее не заказываю но надо кстати заказать и попробовать друг на самом деле она тоже классно если пробовали обязательно мне напишите не будет тогда сомнений я закажу и буду тушь использовать люкс от эйван она мне кстати очень понравилась единственный минус она не делает мои ресницы такими какими я хочу она их делает такие тоже яркие но мне не хватает от них длины а тушь на самом деле очень классная чем она классно она вообще не осыпается у меня немножко нависает века еще раз вам кисточку покажу у меня немного нависает века можно заметить и у меня ресницы когда я крашу они у меня достают вот до века и когда погода жаркая соответственно немножко кожа жарнится и под глазами тоже обычно туши у меня отпечатаются либо под глазами либо сверху либо когда корректор нанесешь вот эта тушь с корректором вспотела ты я не знаю что с произошло я над не заявлено водостойкой она вообще не отпечатываться она просто как припадыш на сидит припадыш на можно так сказать верно нет ну просто вот она сидит как будто я просто я не знаю на ресницы накрасил и она там зацепилась их никуда не хочет вообще уходить ее и смывается при этом она гидрофильным маслом в принципе очень даже хорошо я бы не сказала что ее тяжело смыть или еще что-то мне вот это очень очень понравилось именно в этой туши заслуживает внимание но конечно у нее цена рублей 600 мне она досталась тоже в подарок в эйван я не помню по стартовой программе или по какой-то другой программе я не помню но она досталась мне в подарок соответственно сама я за 600 рублей бы наверное не купила именно от эйван тушь если бы может от ларяли ли еще кого-то я купила а от эйван наверное нет и вторая тушь кабарет от вивен собой я кстати мне разочаровалась я не знаю что с ней случилось может быть поменяли состав когда-то первую я покупала от вивен собой она еще только вышла про нее все говорили все кричали все пищали были все в восторге она была просто классно она делала ресницы именно такие какие я хочу она до сих пор делает их такими но она раньше вообще не осыпалась с корректором без корректора тоже она сидела очень прямо на ресницах от хухлопа сел трогайся она не осыпалась вообще ничего с ней не происходило но здесь я ее наношу я ее купила новую на зоне я не думаю что подделывают вивен собой но я ее наношу на ресницы и мне приходится ходить с ватной палочкой в течение дня убирать под глазами она мне и наверху мне это жутко весит жутко не нравится мне нравится очень юная кисточка у фаберлик есть тоже тушь с такой кисточкой с маленькой миниатюрникой и с фаберлик тоже делать ресницы не такие какие мне нравятся но она осыпается поэтому я не пользуюсь и это тоже стала осыпаться и теперь я в поиске хорошей туши и хочу попробовать от варитая не знаю понравится не понравится вот если вы у вас есть какие-то свои фавориты обязательно напишите мне в комментариях я тоже все просмотрю все прочитаю и присмотрю возможно куплю и остались у нас только губы губы я крашу очень редко чаще всего бальзамом или маслом или от фаберлик я забыла их назвать я просто их не принесла но планирую использовать ну как планирую планирую закончить наверное вот эту вот помаду это у меня от релуи идет комплимент он или как правильно называется очень классно помада очень классно это сейчас на губах не она у меня она на дневной макияж очень круто она не сильно яркая на вот такая вот подходит практически под любой макияж как под яркий так и нюдовый она такая сама по себе очень приятная и она не сильно сушит губы есть такие помады когда ты накрасишь и тебе хочется уже нам накрасить губы бальзамом здесь нет такого она просто находится на губах очень хорошо кстати держится переживет просто попить чаю можно даже с бутербродиком она это переживет но единственное что плотно перекусно вряд ли нужно будет подправить но частично возможно вы ее съедите но тем не менее какая-то часть останется поэтому тоже советую вот эти вот помады у меня в одном единственном оттенке здесь не написано какой оттенок а 18 планирую повторить покупку она у меня вот здесь вот уже появились видите я ее уже почти заканчиваю поэтому буду обязательно повторять именно 18 оттенки возможно приобрету еще в каком-то другом и мне очень понравились помады от люкс визаж у меня сейчас помада в 104 оттенке на губах она для меня яркая опять же это я так считаю потому что я чаще всего люблю пользоваться вот такими нюдовыми помадами либо нюдовыми карандашами которые практически на губах незаметно как будто бы твой цвет но чуть поярче вот эта помада которая сейчас у меня на губах это наверно больше подойдет к вечернему макияжу когда вы куда-то идете хочется выглядеть ярко тогда на эти помады кстати намного дольше держатся намного стоит стоит стойки 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 помады чем от релуи они намного дольше продержатся и хороший такой иногда перекус тоже не выживают я бывает иногда думаю у него там помада уже нету оказывается есть сейчас покажу вам тоже оттенки я когда покупала в 104 оттенке я думала что она будет похожа от релуи но видите она намного ярче и когда она высыхает тоже на губах она намного ярче и второй оттенок я думала что это будет нюдовый но он получается коричневый и я бывает иногда на себя смотрю с коричневым оттенком где-то я вообще по картинке выбирала и думала что это тоже нюдовый оттенок такой тоже похож на релуи но нет он более такой коричневый и на фотографии когда я вроде бы им накрашусь смотрю в зеркало мне нравится но на фотографиях и на видео мне не нравится и два карандаша от faberlic это тоже мои любимые получаются карандаши первые которые их очень сильно полюбила меда это было много карандашей у меня взять карандаши более стойкие чем другие у меня в оттенке 4 артикулы вам скажу 409 30 и 409 31 один из них тоже нюдово розовый вот я нарисовал и вот тут ну тоже в принципе красивый мне очень нравится и он мне кстати тоже ему осталось уже не дочка я его берегу стараюсь им пореже пользоваться но в принципе они стоят недорого faberlic я закажу но сейчас стараюсь пользоваться помадами потому что помады все-таки более стойкие чем карандаши карандашами иногда даже этим провожу контур и вот второй карандаш у меня тоже более коричневый такой как раз подойдет кстати под помаду коричневый да надо будет попробовать я их просто вместе не использую я считаю что и так ярко если еще добавить карандаш это просто будет взрыв вот на этом моем видео подошло к концу если вы посмотрели мои видео до конца ставьте обязательно лайки подписывайтесь на мой канал очень рада что вы на меня меня смотрите на этом все